Добрый день дорогие слушатели! Здравствуйте! Всем привет! Очень рад оказаться в родных для меня стенах. Следует сразу обозначить, что Виталий наш земляк, которым мы гордимся. Мало того, он один из тех людей, которые стояли у истоков Лидского телерадиообъединения. Вот какие эмоции вы сейчас испытываете, находясь в родных стенах? Мне очень комфортно. Я у себя дома, меня окружают милые родные лица, которых я давно уже не видел. Виталий автор первого фэнтези-романа, действие которого происходит в Беларуси, правильно? Ну, по крайней мере, я себя так позиционировал, получил за это некоторую порцию критики. Но, честно говоря, ничего такого же яркого и происходящего в Беларуси я у других не приметил. Поэтому да. Что побудило вас, режиссера, музыканта, заниматься сочинением фэнтези? У японцев есть такая практика, что человек занимается одним каким-то делом и достигает именно в этом деле просто невероятных высот. Кузнец, например, или оружейник, или, допустим, не знаю, делает оригами. У меня, к сожалению, это, ну, напрочь отсутствует японская вот эта вот система. И мне хочется попробовать всего. Мне хочется и того, и того, и того. Меня что-то интересует. Я тут же переключаюсь. Я начинаю заниматься, вкладывать в это какие-то дела какие-то творческие, творческую энергию, какой-то потенциал. В свое время почему-то мне захотелось писать. Причем это была почти физическая такая тяга. Я понимал, что не писать это уже гораздо тяжелее будет. Фэнтези и фантастика. Давайте обозначим. Это вообще вот разные понятия или нет? Фэнтези относится к фантастике. Фантастика это что-то более общее. Это космические корабли или там драконы. Все это фантастика. Ну, а фэнтези, фэнтези это ведь немножечко такая все-таки сказка. Почему тогда именно этот жанр? Хотел начинать, возможно, с какого-то детектива. Возможно, что-то какое-то вот такое вот что-то в духе Джеймса Хедли Чейза. Дело в том, что я начал читать вот подобную литературу в подростковом возрасте. Она очень сильно на меня повлияла. Мне хотелось что-то именно такое вот оно захватывающее, легкое. Когда человек что-то очень сильно хочет, вселенная, назовем это так, тут же начинает давать ему возможности. Ну, тут уже не зевай. Либо ты увидишь эти возможности и их хватаешь, либо ты их не видишь, и, ну, возможности от тебя уходят. Мне эта вселенная подсунула одного человека, странного человека по фамилии Ангел, Эмиль. Он был просто одержим написанием сценария. Сценария для сериала, какого-то гипотетического сериала, который, возможно, снимут. Обязательно действие должно происходить в Беларуси. Обязательно фэнтези. Так что фэнтези и белорусская тема – это заслуга Эмиля. Эмиль, дорогой, если ты видишь, большое тебе спасибо в очередной раз. Поговорим уже о первой книге. Для тех, кто не читал, заинтересоваться, о чем она, для кого она, в чем ее уникальность. Моему герою пришлось сделать выбор. Был выбор, вернуться ли ему обратно к жизни для того, чтобы спасти от смерти свою девушку. Где происходит? Происходит в Беларуси, как это было сказано. Происходит в Беларуси и в нашей современной. Некоторые действия происходят в исторические, яркие моменты истории Беларуси. Накануне Грюнвальдской битвы есть сюжет. Есть сюжет, связанный с Всеславом Чародеем. Кое-что происходит в выдуманном, ну как выдуманном, в фантастическом мире, из которого пришли герои, бессмертные герои, с которыми столкнулся наш современник. Ну вот фантастический мир наиболее лично мне интересен в плане того, как вы вообще его придумали. Откуда вообще родилась эта идея фантастического мира? Каждый уважающий себя писатель фэнтези должен обязательно придумать, продумать, описать свой именно мир. Свой фантастический мир. Когда я писал первую книгу, я не был уверен, что смогу, что хватит у меня писательского таланта, описать именно этот мир. Действия были здесь, у нас, в наше время, в исторические моменты, как я уже сказал. Ну и чуть-чуть, самой малости я его затронул. А уже в продолжении я матерый прозаик фантаст, замахнулся на именно этот новый мир. Ну это уже рассказ о второй книге, да? А весолом, это кто? Это герой, это имя, это человек или это персонаж из вот этого как раз таки фантастического выдуманного мира? Кто он? Это наш современник. Что касается странного имени, мне очень не нравится, когда герои, особенно в такой героической литературе, они, ну, просто Саша, я не знаю, просто Антон. Ну, если не есть уже Антон, то Антон Городецкий, по крайней мере. Вот у меня весолом. В этом нет никакого, не было, по крайней мере, какого-то скрытого смысла и даже библейского смысла, хотя библейский герой такой есть. А вот ваши герои, они целиком выдуманные или есть вот сходство с реальными людьми и какие-то реальные персонажи? И вообще себя вы вот отождествляете с кем-нибудь из персонажей в вашей книге? Вы знаете, очень приятный вопрос. Дело в том, что да, действительно сходство есть, да, действительно эти герои, реальные люди, с которых я срисовывал своих героев, есть на самом деле. Я надеюсь, что они не накостыляют мне сами. Вот хотел только спросить, думаю. Не накостыляют, потому что иногда, особенно, что касается различных комических черт персонажей, я заимствовал. Причем я не брал не конкретных людей, я брал внешность одного, манеру речи второго, какие-то там, какие-то еще черты третьего, все это объединял. Но эти герои, эти вот реальные люди, они, да, действительно у меня перед глазами, возможно, они поймут, возможно, не поймут, не знают. А вот герои, они там живут своей жизнью, готовы спорить даже. Да. То есть бывает так, что вы даже не можете повлиять на персонажа? Это происходит каждый раз, практически каждую сцену. Я не марафонец, хотя пишу романы, но, знаете, есть люди, писатели, которые марафонцы. А я, к сожалению, нет. И поэтому я для себя выработал такую систему, я пишу сценами. Я продумываю сцену примерно, я знаю, как она начнется, как она закончится. Ну, это я знаю. В итоге получается, что я вхожу в сцену, а куда я потом выйду, я просто иногда просто не представляю. Они творят, что хотят, что хотят, и я им не мешаю. И это, вы знаете, такой кайф, что иногда, перечитывая на следующий день то, что написал, я удивляюсь. И это я не кокетничаю ничуть. Я не даже, бывает, даже не вспоминаю. Так, о-о-о-о, ну ладно, ребята, хорошо, ребята. Ну, было же вот так задумано. И все, начинаешь ходить, ломать голову. Но это тот самый кайф писателей, который потом выливается действительно в интересное хитрое сплетение сюжета. Как вы считаете, интернет и социальные сети вообще влияют на современную литературу и каким образом? Огромное количество пишущих людей. Просто невероятное количество. У нас в Беларуси, может быть, не так много. Хотя, может быть, потому что они просто более представлены на российских сайтах. Таких, к примеру, After Today, ProZar.ru. Там очень много пишущих людей. Некоторые пытаются и умудряются пробиться даже в этой вот клокочущей массе. Но это вот совершенно определенная манера общения и поведения твоего тебе может помочь. То есть ты должен быть именно в социуме, в этой массе. Ты должен жить жизнью этих людей. Ты должен читать то, что они пишут. А они пишут не всегда, простите меня, пожалуйста, не всегда хорошо. Ты должен их хвалить для того, чтобы огромное количество сев фолловеров и вот это вот... Кто-то этим может заниматься. Я, к сожалению, не могу. Тут все было бы трагично, если бы не еще один социальный лифт под названием краудфандинг. Ну, подробнее давайте расскажите. Может, кому-то это пригодится. Расскажу. Мне очень приятна эта тема, потому что два раза у меня уже получилось. Краудфандинг – это система, когда с помощью площадки ты привлекаешь людей к своему продукту. Простите за слово, но тем не менее. Книга, песня, будущий альбом, я не знаю, социальные какие-то инициативы. И ты говоришь, ребята, я могу сделать то-то, 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 но мне нужна ваша помощь. Ну, это что касается, к примеру, социальных инициатив, на котором, к примеру, вот Саша Авдеевич занимается. А что касается книг, я говорю, ребята, у меня есть книга. Вот, посмотрите, отрывочек из нее. Вот о том-то, о том-то, о том-то. Я бы хотел ее издать. Если вам интересно, пожалуйста. И я там предлагаю варианты. Либо вы предзаказываете просто книгу, либо различные варианты, там, большие суммы, потому что вот то-то, то-то, то-то. Это работает. Это работает. Поддержка неимоверная. Иногда не такая сильная, как хотелось бы. Иногда просто поражает своими объемами, потому что ты получаешь помощь от абсолютно незнакомых тебе людей. И эта штука работает. И обе книги мои изданы именно с помощью краудфандинга. Получилось достичь того, чего хотелось? И, естественно, вопрос, заработать получилось или нет? Вы знаете, если бы я жил только на продаже книг, наверное, было бы тяжело. Все-таки это такая, знаете, работа в долгую. Чудо такого, знаете, чтобы бах и тут же продажа известность лимузина не случилось. Но я продолжаю. Мне это интересно. Продолжаем нашу программу. Гость сегодня писатель, автор книг в жанре фэнтези. А весолом начало и а весолом портал Виталий Радченко. Мы продолжаем беседу. Расскажите о процессе творчества. Всем интересно знать, что там за кулисами. Вот, например, вы записываете сразу на компьютере или имеется специальный, скажем так, сакральный блокнот, откуда потом записи уже переносятся в цифру? Нет, вы знаете, сакральный блокнот есть. Там буквально такие неразборчивые пометочки, которые иногда как лампочки. Так вон, потому что она вот так вот, она хочет, чтобы он то. Ну, что-то типа того я так помечаю в блокнотике или иногда прямо в телефоне в заметках. А так, на компьютере, честно говоря, я вот от руки очень плохо стал писать. Наверное, как всем, как и все мы. Ну, автографы-то раздавать придется, поэтому надо вспоминать, как это делается. А там все писатели так и врачи делают это неразборчиво, поэтому только на пользу моя это вот отсутствие навыка. Так, дальше. Есть любимое время суток, может быть, любимый стул, любимая музыка. В общем, те все вот маленькие фетиши писателя, которые помогают музе прилетать быстрее. Вы знаете, мне нужно обязательно подумать, подумать, продумать. И для этого походить пешком. Вот очень думается ногами, замечательно. На свежем воздухе или не обязательно? На свежем, желательно на свежем воздухе. Я обычно вот в обеденный перерыв или, может, чуть позже, выхожу и минут сорок брожу там вокруг своей радиостанции в Минске, на которой я работаю. И какие-то вот обязательно, даже когда сюжет бывает заходит в тупик и не понимая, что там будет дальше, вот прошелся, прошелся. И быстрее, телефон, телефон, телефон. Пишу вечером, да, вечером, где-нибудь часов с девяти, с десяти, и там, когда уже усилием воли, говорите, ну все, уже завтра на работу. Вот о силе воли. Вот вы дисциплинированный писатель. Например, вот если решили, что сегодня должны закончить эту главу там или страницу, или строчку, то вы вот сядете и ее обязательно закончите? Или все-таки ориентируетесь больше на вдохновение? Я ленивый писатель. К сожалению, надо признать, ленивый писатель. Я заставляю себя иногда это делать. Искренне завидую людям, которые пишут с удовольствием, с кайфом. Вот они пишут, пишут. Но дело в том, что книга – это такой отложенный кайф. Если, допустим, ты пишешь, строчишь там в Facebook пост, это вот написал, ты его там глянул. Глазом, все ли там в порядке. Тся-тся. Проверил их. Раз сразу в ленту. И вот он, кайф. Вот он. Утром проснулся, считаешь лайки. То книга – это такое, знаете ли, удовольствие отложенное. И ты пишешь, пишешь, пишешь. А потом проверяешь, проверяешь, проверяешь. Потом редактируешь, редактируешь, редактируешь. Потом корректируешь, корректируешь, корректируешь. Потом бьешься за то, чтобы заинтересовать людей или издательство. А потом она выходит, а ты уже такой весь обессилен. Ну, это, конечно, все ерунда По поводу обессиленной Это кайф невероятный, конечно Но да, я ленивый человек И вот это именно отложенное удовольствие Оно сказывается Кто первый читает ваши черновики, рукописи, скажем так Кому вот эта почетная миссия И в то же время бремя, скажем так, определенное Есть один Прекрасный и родной мне человек Который вынужден Знакомиться С моим творчеством первым Недавно вышел ваш новый роман С написания первой книги Прошло, я так понимаю, приблизительно года четыре, да? Да, достаточно большой перерыв Я ответственно отношусь к этому Прошу прощения, ребята Ну, поймите правильно Это был же такой творческий эксперимент И я какое-то время вообще не уверен был Стану ли я продолжать писать И хотя Концовка была достаточно открытой Но в то же время такое и достаточно и самозавершенной Можно было таки оставить Одним словом Но продолжение все-таки последовало Авесолом Портал называется, да? Вот Портал Что там новенького? Во-первых, мне очень приятно, что я, как и все уважающиеся фэнтези писатели Наконец-то открыл для себя и для всех свой личный фантастический мир Он называется Шьелинур Он находится непонятно где Там достаточно развитая цивилизация Но Искусственно сдерживается Как я определил это для себя До Изобретения пороха То есть там холодное оружие Плащик, кинжалы Он просто переполнен магией Но магией там заниматься запрещено О, как! Да, такая взрывоопасная смесь, которая, ну, не может не взорваться Это плодородное поле для писателя, для фэнтези Это замечательно Драконов нет, но Без драконов там все Все в полном порядке Да Вот можно прям брать и начинать вторую книгу читать Или все-таки для того, чтобы более глубоко понимать смысл И о том, о чем там, в принципе, идет речь Нужно обязательно читать первую книгу В принципе, наверное, лучше все-таки прочитать Дело в том, что среди писателей есть такая практика Когда они пишут вторую часть Они в этой же книге, во второй Начинают как бы так вот схематично рассказывать о том Что было тогда таким легким языком Но вот, конечно, если бы я в свое время не сделал то-то-то-то Все было бы так-то-так-то Мне очень это раздражает это У других писателей я не стал, честно говоря, заниматься этим Есть мелкие намеки Я думаю, что человек, решивший начать именно со второй Тоже все в порядке поймет Ну, немножко непонятно будет, почему там какие-то дела Что, кто эти все люди? Но, тем не менее, эти люди, их поступки все достаточно обоснованные Но лучше начать с первой Поверьте ли, что... Ну, вот первая книга вышла И, конечно же, какой-то шквал и критики в том числе на вас обрушился Вот эта критика конструктивная и, как правило, не очень, да Она вообще повлияла на вторую книгу каким-то образом Шквал критики обрушился на меня до издания этой книги Обрушился он на меня со стороны интернет-хейтеров Наиболее изощренный такой, обидный такой вот был отличан Да, ребята Даже так Да Вы знаете, в Минске есть такая поговорка, что все самые злобные комментаторы находятся на онлайнере Есть такой ресурс популярный Так вот, уважаемые лицкие хейтеры Вы гораздо злее, изощреннее, ядовитее, чем эти травоядные пользователи онлайнера Да, это было обидно Но к тому времени книга была написана А вот что касается того, что после был один человек, который принял книгу очень близко к сердцу Разметал просто и раскратиковал Как-то в кровавые ошметки у себя на странице Написал такую же разгромную рецензию на одной из страниц книг Ну, где продавалась книга И до того, девушка это была До того она как-то так близко к сердцу восприняла Что я даже связался с ней Я говорю, может быть, у вас есть какие-то вопросы Но она, понимаете, автор Понимаешь, что то-то, то-то, а вообще то-то, то-то Меня задевает такое Я связался, очень мы вежливо с ней общались Очень интересный человек Самобытный Но Такое, знаете ли Не буду уже говорить Но это на меня произвело впечатление И я, недолго думая Наделил одного из персонажей чертами этой девушки Простите меня Вот так вот, хейтеры Имейте в виду Будьте осторожны Будьте осторожны в своих комментариях Быть может, вы будете главным героем Причем, скорее всего, в отрицательном ключе Новой книги Виталия Радченко Ну, давайте еще поговорим о том Что изначально речь шла даже о сценарии То есть подразумевалась какая-то изначально Вот заточенность на экранизацию Экранизацию Она и осталась Экранизация Экранизация, экранизация, экранизация Больная тема любого писателя фэнтези Да вот просто перебью сразу Недавно на ОНТ даже запускали опрос среди населения О том, какой бы сериал они хотели На каком языке И кто победил Победил Вообще, во вопросе победили, что хотят люди исторический сериал Но в итоге будут снимать про заправку Можете предложить, в принципе, да, свою книгу Я, так, дорогой продюсер, кинопродюсер, который смотрит сейчас Дело в том, что да, действительно, мы начинали это все со сценария для сериала И когда я перерабатывал, мы завершили работу Потому что, к сожалению, не заинтересовали никаких продюсеров Ну, надо быть реалистами И у меня кусок сценария А сценария, надо понимать, это диалог, 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 диалог И буквально чуть-чуть описания И поэтому в этой вот я начал перерабатывать этот сценарий в роман И с удивлением для самого себя Понял, что Не то, что открыл А выбрал для себя стилистику Как я это называю Это фильм Понимаете? Первая книга Это даже не книга, это не литература Это фильм, который я снялся В воображении И попытался описать Буквами, предложениями Абзацами и так далее То есть человек, читающий первую книгу Он просто-напросто получает фильм Это скорее даже режиссерская работа Работа сценариста и режиссера Он очень по киношному книга сверстана Вплоть до того, что некоторые сцены Просто они вот Я специально их менял местами во времени Буквально там 15 минут назад Полчаса назад И потом 2 часа вперед Именно для того, чтобы сохранить накал Драматургический накал Драматический Потому что я понимал, что если не поменять сцены Эти местами Будет, ну, ерунда Просядет, просядет действие Экранизация Это сразу Готовься к разочарованию Как мне кажется Даже так Мне очень хочется Конечно, хочется, чтобы Взялись киношники Чтобы это был какой-то Дорогой проект Какой-то Netflix Там, не знаю Беларусь, фильм для Netflix Я намекаю, что сериал Потому что фильм Это Даже одну книгу Фильм нереально втиснуть Я пытался сделать Я знаю, о чем говорю Мы как-то Познакомились Не скажу, что сильно Мы дружим Просто чуть-чуть знакомы С Андреем Куречиком Наш знаменитый И скандальный Знаменитый драматург Он очень Дорожит своей Скандальной репутацией И поэтому Абсолютно об этом Не можно говорить И вот Я под влиянием Нашего общения Попытался написать Сценарий То есть Сценарий Переродился в книгу И потом я пытался Опять засунуть В сценарий В один фильм Это невозможно Практически нереально Ну что же Виталий Немного времени У нас осталось А вопросы еще есть Давайте Коротенечко Кратенько Вот у меня Когда я готовился К встрече с вами Возник резонный вопрос Вы человек Который работаете На радио С прекрасным тембром С вокальными данными И я Почему-то подумал Что до сих пор Еще популярны Аудиокниги Вот у вас Вообще была мысль Такая Записать Свои книги В аудиоформате В авторской озвучке Скажу сразу По поводу себя Дело в том Что я Не С чисто чтением У меня беда То есть Короткие рекламные ролики Это да Это то Я мастер А вот так Чтобы сесть И начитать книгу Это нужно Совершенно другой специалист Вокального жанра Дикторского искусства Это не ко мне И я Мне кажется Что голос Понимаете Голос Он очень индивидуален Он обладает Какими-то Своими чертами Подача Как мне кажется Это абсолютно Лишнее звено Между Книгой И читателем Помимо романов Мелкие формы Какие-то рассказы Может очерки Что-то такое Присутствует у вас Или нет Только крупные формы Только крупные формы Я считаю Рассказ Это наиболее Отвратительный вид Литературы Которую вообще Можно представить Если он плохой То это Не к чему такое писать А если он хороший Это просто Это ужасно Когда ты читаешь Рассказ Ты проникаешься Ты хочешь продолжение Жаждешь Все-все-все Пока Ну как так Так Вторая книга Уже написана И издается И наверное Издана И можно уже Приобрести И почитать Что мы рекомендуем Всем нашим слушателям И читайте конечно же И первую книгу Чтобы лучше понимать Автора Особенно Литчане Давайте наоборот Поддержим Нашего талантливого земляка Порадуемся Что он взял На себя Такую смелость Брать перо в руки И вот Ну я думаю Поддержка Ему не помешает Ни в коем случае Давайте Пожелаем Что-нибудь Нашим слушателям В завершении программы Естественно Я пожелаю Всем здоровья Всем здоровья У нас сейчас Время непростое Нужно ответственно Относиться к тому Что нас окружает Хороших книг вам Кстати Я решил Сделать такую акцию И вы можете Почитать об этом На моей странице В фейсбук Первую книгу Я в электронном виде Готов Прислать любому Абсолютно Бесплатно Вторую не могу Потому что Права на нее Придлежат издательству От первую Пожалуйста Если есть такое Есть желание Абсолютно бесплатно В электронном виде Заходите А всем еще раз Здоровья Хорошего настроения Пусть все У нас с вами Будет хорошо Спасибо Виталий За то что нашли Время И возможность Прийти в гости И за эту Увлекательную беседу Было очень интересно Я желаю вам успеха И вот настоящего Писательского призвания Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Твое радио Званый гость Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok